МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадую компании «Гомель» в студии працея Натальи Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Культурное супрационерство и деловые перспективы. Посол Карей прибыл у «Гомель». Новоселье у мазырских селедших. Сене отбылась урочистая церемония открытия нового будинка районного отдела селедшего комитета. У доброго надворья и праца спорится уборочная кампания на финишной промой. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Чаровная атмосфера Карей на «Гомельской земле». Сене урочистые распочались мероприемства с нагоды фестивалю карейского кино. Ему попередничала офицейная частка. Сустреча надзвычайного и полномочного посла Республики Карея в Беларуси Хэ Чун Йоля со старшинёй Гомельского областного выканавчого комитета Геннадзим Соловьём. Пачас диалогу размова об развитии супрацовнёства у гандлёво-экономичной и инвестицийной сферах, нарушивание экспорта продукции гомельских предприемств у Кореи, притягнение инвестиций у створения совместных вытворчастей. Так, у этой Украины свои товары поставляют четыре предприемства нашего региона. БМЗ, Гомсельмаш, Светлагорск, Химволакно и Гомельхлебопродукт. Сё летний темп росту экспорту – 275%. Для поширения деловых совязей у посол Кореи отримал запрашение у наступным годе по удельничать у Гомельским экономичным форуме и международной выставе «Вясна у Гомели». А уже сёння гомельские киноаматры смогут докрануться до истории, самобытности и вытанчанности корейского мастерства. На прогляд, фильмы, которые будут демонстрироваться три дня, запрашивают кинотеатр «Мир». Глядачам пропонуют разные по жанрах стушки – комедию, биографию и анимационный фильм. Подарунок данный доходящего дня супрацовника органов попереднего следствия. Сёння у Мазыры открыли одремонтованный будинок районного отдела Следующего комитета. В урочистом мероприемстве приняли удел старшиня Следующего комитета Беларуси Иван Наскевич, старшиня гомельского облаканкама Геннадь Соловей, представники регионального ведомства и мясовой улады. Об новых махчимостях мазырских следствий сюжет Марины Джалой. Переразание червоной стушки, передача символичного ключа, слово-виншование у пожадания пленной працы. Супрационники Мазырского районного отдела Следующего комитета отрымали не только капитально одремонтованный будинок, але и новые махчимости для своей деяности. На проведение реконструкции потратили коля 2 млн рублев. Сродки выделил республиканский бюджет. За эти гроши смогли у тым лико обстреливать помешканье для проведения дознаний. А кроме того, з'явилась махчимость аудио- и видеозапису этих процессов. Зменшение фиксования информации на паперы давно потребует час. После окончания ремонта у нас появились новые технические возможности. То есть у нас открыта комната для опознания, есть специальный допросный кабинет, где может применяться звук и видеозапись. Это безусловно подспорье в работе. Тем более у нас в ближайшее время планируется перевод судебной системы на так называемый электронный документ оборот. То есть мы постепенно будем ходить от бумажного документа оборота. Я думаю, в ближайшее время это затронет и Следственный комитет. У Гомельской в области застались всего четыре отдела, которые не имеют уластных особных помешканев. Это Жлобинске, Речицке, Лельчицке и Брагинске. По словам старшины Следующего комитета Ивана Наскевича, в ближайший час эта проблема будет выражена. У нас осталось не так много уже помещений, где расположены следователи в целом по стране, где могут возникнуть какие-то вопросы к их комфортному нахождению. Я думаю, что за ближайший год, в принципе, все вопросы по созданию надлежащих условий постоянной деятельности, профессиональной деятельности наших сотрудников мы снимем. Дорогие, Мазырский районный отдел Следующего комитета все лета за семь месяцев продемонстровал добрые выники працы. Так, по меркам пенсации шкоды, нанесенной злошинствами гражданам и державе, перевысил не только Среднеобластный, а и на вот Среднереспубликанский показчик. А кроме того, в районе управление с аналогичным леташним периодом снизился уровень злошинности. Что тычется в уголе работы Следующих Гомельского региона, то по мерковании Ивана Наскевича тут працует мощный состав, который способен выполнять свою головную задачу – заховывать законность и правопорадок. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадио компания Гомель с Мазыра. У Беларуси засталось убрать 2% сборжевых культур. Огольный выник по краине на сенья, коля 6,5 млн тонн сборжа. На палетках нашего региона застается коля 1,5% ураджаю. Областный каравай вважит больше, как 680 тысяч тонн. Целком завершили работы хлеборобы 9 районов. Господарки 7 районов приступили до уборки ранней бульбы. Подыходит шарга и инший городненный бураков, капусты, цыбули и морквы. Собранная одразу отправляется на реализацию ухандлевые сетки. Чему вучить и холодная, как вучить. Сегодня у областных центра отбылась и городская педагогичная конференция. На ее ягучены задачи на новый навучальный год, вызначены головные на прамки деятельности, приведены становочие приклады и наставницкие досягненья. Другого вересня за школьные парты в Гомеле сядут больше, как 51 тысяча навученцев. Наставники уже рыхтуют привитальные слова. До начала навучального года они готовы на 100%. По каждому предмету в городе пройшли Жневинские секции, где особенно разглядались актуальные питания и обмерковывались новые тенденции выкладания школьной программы. На минулый месяц отбился областный Жневинский педагогичный форум. Приоритеты расставлены, на керунке зададены, задачи ведомые. Всем нашим учителям нашего города искренние слова благодарности за тот труд, огромный труд, который они проводят по обучению наших детей. И мы имеем очень неплохие результаты, я бы даже сказал, хорошие результаты, потому что если сравнивать с прошедшими годами, то и по централизованному тестированию, и по олимпиадному движению есть большие достижения. И здесь, и там мы добавили очень значительно. Конечно, это в первую очередь их труд, не только детей, но и наших педагогов. Ну и, конечно, нельзя на этом успокаиваться. Азбука грамадянина. Белорусский Республиканский Союз Молоди совместно с юридичным факультетом ГДУ имя Франциска Скарыны сегодня презентовал новый адукационный проект. Деловая гульня закликана допомогчим молоди разобраться у державных упорядкований в Беларуси. Правила выучала Ганна Каральчук. Все лето в нашей стране отбудется важная политическая подея – выборы депутата в парламент. И безумовно важно, как бы голосование за кандидатов приняло удел якмага больше людей. Звернуть увагу молодей на упорядкование функций органов влады, а так само повысить электоральную активность юнаковых девочек, вырешили у БРСМ. Так и з'явилась идея азбуки грамадянина. Гульни, подчас якой молодые люди почуют себе у роли державных деячев. И не будут притягнуты до решения питаний, связанных с политикой и выборной кампанией. В формате интерактива деловой игры в течение 45 минут объяснять молодому человеку о государственном устройстве нашей республики и о работе парламента. Что немаловажно, в нашей деловой игре молодые люди примеряют на себя роли важных политических и государственных деятелей. И мы с помощью моделирования различных ситуаций, их взаимодействия друг с другом, начинаем их вовлекать в процесс работы парламента. Допомогла у реализации проекта «Адукацийная клиника живое право», яка уже больше за 10 годов працует при юридичном факультете ГДУ имя Франциска Скарыны. Сироте ее задач – правовая света громадства. Студенты рыхтуют и проводят интерактивные тренинги, присвеченные юридичной письменности. До того же занятки по принципу ровный, навучая ровного, зауседы эффективные для обо двух боков. В школах средних, в специальных учебных зарядках, даже в вузах иногда, в прошлом году у нас было договорено с медуниверситетом, наши студенты выступали в роли учителей, так и преподавателей. Там всегда такая актуальная тематика. И это вот, с одной стороны, является таким важным условием для правового просвещения наших граждан и профилактики различных уголовных и административных правонарушений. С другой стороны, опять же, повторюсь, это такая важная составляющая практика ориентированности, поскольку, сами знаете, говорят, что лучше все учишься, когда учишь кого-то другого. На презентацию проекта запросили первых секретторов и главных специалистов территориальных комитетов БРСМ, как после они могли стать модераторами ГУЛЬНИ и по сценарии провести ее во всех районах Омельской области. Головную увагу нададут полнолетним наученцам, колледжам и студентам и тем, кто в ближайший час будет голосовать в першиню. Плануется, что в наступном году выйдет новая версия азбуки гражданина, присвеченная президентским выбором. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «ГОМЕЛЬ». У ГОМЕЛЬ проходит акция державной инспекции «Беспечная дорога до школы». На протягу 7 миллионов супрационники ДАИ будут контролировать перевозку детей в автомобилях и наявность специальных утримливающих прилад. Проводятся проверки в разный час и на разных улицах. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется водителям, которые перевозят своих деток без нарушений правил дорожного движения, то есть пристегивают ремнями безопасности, используют детское удерживающее устройство. Они получают сувенирную продукцию, а уже малыши-карандаши получают канцелярские принадлежности. Нагадаем, зараз у Беларуси проходит акция «Увага, дети». До 4-го вересня в день час суток рух повинен життяуляться с уключенным близким светлом фар, обуденными ходовыми огнями. За невыконание этого потребования продугледжена администрационная администрационная отказность, попереджение або штраф до 2 базовых величин. Забарона на наведывание лесов уведена в 9 районах Гомельской области. Такая информация размещена на интерактивной карте на сайте Минлясгаса. По ее можно отсочивать уведение и снятие обмежевания. Дадены оперативно обновляются. За порушение забароны продугледжена адказность. Это может быть попереджение або штраф до 25 базовых величин. Коли вынеку пожару потерпеть леса бутарфяник, сумма штрафу може узрасти удвоя. В осень откладывается. У регионе усталевалася теплое и комфортное надворье. Не подведе антициклон и у опошние дни лета. Буде переважно без дожджоу. У ночи и ранецы. Месцами махчимы слабы туман. Ветер по дневу у сходни. У ночи слабы. У день умераны. До концах этого ты дня ночная температура поветра протрымается у межах от 11 до 16, джонная до 26. Вересень поводля даденных долготерминовых прогнозов почнется с теплого надворья. У першый тыдень чекается плюс 23-28 градусов и без опадка. У Гомеля завершились городские споборненствы. Спортивное лето 2019. На протягу трех джон хлопцы и девчаты во взросе от 14 до 17 годов в изначале лидеров в мини-футболе и волейболе. В составе дружин неполнолетние, которые потребуют повышенной уваги. Мета-турниру организовать вольный час детей и протягнуть их до занятков физической культурой и спортом. Соревнования эти у нас уже четвертые по счету. Ребятам всем очень нравится. У нас каждый год уже поступают заявки до того, как это принимается положение. Помогает, безусловно. Ребята заняты три дня, хорошее времяпрепровождение, знакомство. Поэтому все стараются себя проявить и занять первое место. По выниках трех джонных споборненствов, лепшие результаты показали команды Чигуночного района. Две перемоги и одно сребро. Им крыху соступили юные спортсмены с Новобеллицы. У них одно первое и два других месца. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Выпил на пару со знакомым и угнал его автомобиль. В жлобине сотрудники ГАИ, остановив иномарку, раскрыли преступление. 35-летний водитель, находясь под шофе, взял авто, чтобы покататься по ночному городу. Мужчина угнал «Ситроен» своего приятеля. Инспекторам сказал, машина принадлежит его родственнику. Но проверка показала, что водитель и владелец в родственных связях не состоят. Кроме того, угонщик был лишен прав. На его счету 4 нарушения за нетрезвую езду и 13 за вождение без водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело. За один день сразу три наезда на пешеходов зафиксировали сотрудники ГАИ Гомельской области. В Мозыре на обозначенном пешеходном переходе 29-летний водитель сбил женщину, в результате чего та была доставлена в больницу. Водителя, который ее не пропустил, привлекли к ответственности. Аналогичный наезд совершил водитель автомобиля Ford Galaxy. Он сбил пенсионера в Гомельском районе. Тот переходил проезжую часть автодороги М-10 неподалеку от областного центра. Пострадавший доставлен в реанимацию. Еще один пешеход получил травмы в Добружском районе, двигаясь вдоль обочины. В Мозыре нашли мужчину, который рассчитался чужой банковской картой в магазине. Кассира не смутила, что на карте женское имя. А когда она попросила мужчину ввести пин-код, покупатель предложил разбить чек на три суммы, чтобы рассчитаться по терминалу бесконтактным способом. Работница магазина согласилась. Так, присвоивший чужую банковскую карту мужчина, совершил покупку товаров на общую сумму более чем 50 рублей. Когда владелица заметила, что с ее счета исчезают деньги, то заблокировала пропавшую карту и написала заявление в милицию. Сотрудники отдела К вычислили похитителя без труда. Мужчина подобрал карту на улице. Видимо, вернуть на охотку ему помешало криминальное прошлое. Пытались потушить своими силами, но не вышло. В Гомельском районе во время уборочных работ сгорел трактор. Это случилось в поле недалеко от поселка Мастище. Потушить технику смогли только пожарные. В результате происшествия трактор уничтожен полностью. Износ и разрушение его деталей рассматривается как основная версия причины возгорания. Пострадавших нет. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель начал свое выступление в чемпионате Белоруссии. Соперник Рыси и Солигорский шахтер. Первую шайбу в этом матче и в сезоне в целом забросил гомельчанин Денис Зайчик. Реализовать атаку ему удалось спустя полторы минуты после стартового свистка. Во втором периоде гомельчане не только сохранили лидерство, но и удвоили преимущество. Для этого Кириллу Межейникову понадобилось чуть больше двух минут. Однако завершающий период не принес гомельчанам успеха. Шахтер усилил атаку, а Гомель ушел в оборону. Такое положение игры позволило представителям Солигорска не только сравнять счет, но и выйти вперед. После финальной сирены счет на табло 4-2 в пользу солигорского шахтера. Гомельчанка Юлия Апанасович гарантировала себе бронзу чемпионата Европы, который проходит в Испании. В четвертьфинальном поединке белорусской единогласным решением судей победила польку Наталью Рок 5-0. Напомню, ранее медаль такого же достоинства обеспечила себе и гомельчанка Виктория Кебикова. Поединок за право выхода в полуфинал она провела против славянской боксаны Кати Гаич и одержала уверенную победу. Завершится турнир 31 августа. Белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали и олимпийские лицензии на чемпионате мира по академической гребле в Линце. Среди них есть и представители нашей области. С третьего места в четвертьфинал квалифицировались две мужские двойки. В составе первой уроженец гомельщины Станислав Щербаченя и минчанин Денис Мигаль. Во второй гомельчанин Дмитрий Фурман и представитель Пинска Сергей Володько. Через утешительный заезд продолжат борьбу за награды женская двойка в составе гомельчанки Татьяны Климович и брещанки Кристины Староселец. Награды чемпионата мира будут разыграны в 29 классах судов, в 14 из которых станут известны обладатели олимпийских лицензий. Всего в первенстве выступают около 2000 спортсменов из 80 стран. Финиширует Планетарный форум 1 сентября. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.